Мама Пропорции я напишу под видео Йогурт Теплый или... Нет, это нормально Ну, чтоб все, в общем, было теплое Дрожжи Сухие дрожжи Да, одну ложку Так Соль Сахар Просеиваем муку Все это размешиваем вилочками Можно руками Можно руками? Можно руками Кому-каку, да Да Ну, сейчас я пока не буду Стих Ладно Стих 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 Под видео Вот Мама Какое? Подсолнечное Либо сливочное Да? Угу Убираем 100 Для того, чтобы тесто было мягкое 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 Убираем тесто в сторону Даем ему отдохнуть и подняться 40 минут Итак, наше тесто подошло Нам нужна вот такая форма для буханочного хлеба, которую мы намажем сливочным маслом Вот таким образом Можем маргарином, да? Можем маргарином Обильненько Мама говорит, что обязательно нужно намазать руки подсолнечным маслом И вот такими движениями делаем небольшие круги из теста и выкладываем в форму Сколько кругов у нас? Сколько кругов? Угу То есть они совсем такие большие круги, потому что тесто поднимется Вот таким образом укладываем тесто в форму Остатки теста Остатки теста И сверху мама посыпает через сито таким образом немного крахмала Нужно муку Нужно муку А здесь у нас готовится супчик Такой супчик Форму с тестом убираем в сторону на час, чтобы тесто поднялось Итак, пока наше тесто поднимается, мы выкладываем курдюк Сколько у нас курдюка? Мантышница Сколько? 600 грамм Мантышница На 15 минут На 15 минут Итак, 15 минут прошло Выкладываем курдюк на тарелочку Чтобы все это остыло Итак, нам понадобятся следующие приправы Это чеснок Соль Черный перец Кориандр Острый перец Но это не чили перец И микс Приправа микс для гриля Натираем чеснок через маленькую терочку Можно через чеснокодавку Вот эти приправы, кроме соли, мы перемолотим в кофемолке Можно другим способом Вот так это выглядит Не буду произносить слово консистенция Вот что у нас получилось И добавляем сюда чеснок Все это тщательно перемешиваем Можно ложкой перемешивать, можно руками Я думаю, руками лучше Попустим чувствовать, что все это схватится Итак, берем уже остывший курдюк И вот таким образом начинаем вот этой вот массой Обволакиваем курдюк в этой массе Ммм, какой запах И вот такой готовый курдюк Вот такую вот посуду У нас это банка У нас может быть это любая другая емкость Которая хорошо закрывает крышкой Я думаю, банка удобнее всего, да? Стеклянно хорошо, да? Угу Что-то стеклянное, фарфор Эмалированное Ну не пластмассовое, да? Нет И в халат Ну это могут быть и побольше куски, или лучше, чем миштябл Нет, вот такие вот хорошие кусочки Сречки Угу Угу Итак, мы все это уложили в банку Закроем крышкой И в холодильник на ночь То есть на завтрашний день уже можно это есть Но мама говорит, чем больше простоит 2-3 дня, тем вкуснее Нарезаете все это на тоненькие кусочки На хлебушек На буханочку Это очень-очень вкусно Наше тесто поднялось Убираем тесто в хорошо разогретую духовку при 200 градусов Через 10 минут снижаем на 175 градусов И выпекаем хлеб час Можно чуть больше, в зависимости от вашей духовки Вот такой получился хлебушек Ароматный С растящей корочкой А какой запах На весь дом О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном Папа, хорошо? О, мама О, мама, если бы знала ком, я молчу Но о нем говорит, мама просто не хочу Как часто в жизни бывает Мы вырастаем, а потом прибегаем В тот дом, в который нас любят Где нас обнимут и никто не осудит И только дой за окном Он под зонтом Ищет твой дом, все расскажешь потом Ему бы согреться Он тоже знает про тайну под сердцем О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном Папа, хорошо? О, мама О, мама, если бы знала ком, я молчу Но о нем говорит, мама просто не хочу О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном Папа, хорошо? О, мама О, мама, если бы знала ком, я молчу Привет, мамуль Привет Привет Ну что, я у мамули в гостях Привет, мамуль Привет О, мама О О